привет youtube с вами ваня и мы продолжаем наше похождение по серверу preludecraft fits the beast сборка direwolf 20 так давайте сначала быстренько пройдемся по обновлениям то есть я здесь доделал система в переработки добавил еще один сагмил который у нас занимается переработкой руд на которую нас не хватило вот этого вот сагмила я так чувствую нам еще один наверно придется поставить потому что этот у нас опять весь занят собственно поставил еще одну печку быстрого так как здесь у нас тоже уже все металла заняты вот здесь все оставшиеся и которые у нас скопили с прошлого раза и собственно тоже все здесь так сюда я поставил машинку которая разбивает нам блоки с фортуной 3 здесь у нас естественно алмаза эмеральда нэзер кварц сера ляпис цертус кварц глина ну и редстоун хотя ростом не в таких количествах скорее всего не нужен но не помешает так и здесь я поставил еще юнифайер то есть у нас в виде бонуса получается industrial крафтовская пыль медиа и после переплавки она преобразуется в industrial крафтовской медь сейчас уже не знаю как правильно называть этот мод потому что здесь числится термал фундейшн так мы здесь соответственно медь и свинец то есть это те руды которые у нас находились системе в двух экземплярах от разных модов большого смысла в этом нет но мне хотелось чтобы все было аккуратно потому что на самом деле могут быть проблемы конечно автокрафтом то есть если мы где-то заюзали в рецептах industrial крафтовскую медь когда она у нас кончилась у нас бы поломались этим паттерн то есть в этом плане конечно лучше иметь все металлы в единственном экземпляре так скажем так собственно наверное тут пока все значит тут у нас особо ничего нового единственное что я сюда вставил 6 фокусов бледно-зеленых то есть вот если мы сейчас нажмем на букву то мы увидим что это фокусы на эмеральд и на уран в принципе шанс у этих руд довольно таки маленький так что большому счету мы только повышаем шанс получения вот этих руд у нас мало эмеральда из урана получается два елориума причем из елориума по моему получается только один давайте-ка проверим так вот у нас елорид так гринстон в массераторе 2 пульверазия 2 так здесь у нас получается 3 так что-то я тогда немножко не понимаю уран из урана тоже 2 елориума получаются из урана тоже 2 елориума получаются собственно все то же самое помните дайр вольф говорил что выгоднее нацеливать на уран так ну давайте может шансы сравним то есть здесь у нас был шанс 1 97 а это эмеральда ну короче 1 процент получения урана так она елорид это желтый да смотрите какой у него низкий шанс выгоднее конечно шанс урана повышать при том здесь у нас в паре идет glowstone и золото и серо ну не знаю по моему эмеральда в данном случае полезнее не помню что из них делается возможно вот эти вот хранилища ну во всяком случае у меня вот эта штука поработала без фокусов и я не заметил какого-то особого прироста эмеральдов а теперь у нас смотрите было где-то 40 сейчас 140 плюс конечно мы эти фокусов можем менять в принципе то есть я поставил цель тысячи эмеральдов я надеюсь конечно к тому времени у нас что у нас здесь алмазов 2000 алмазов наберется ну и тысячи эмеральдов а там посмотрим то есть мы фокусов будем менять по мере того чего у нас будет не хватать так давайте дальше пойдем в воркшоп значит я тут себе нам добывал черепов то есть у меня здесь визор скелет получить его в этой сборке довольно таки просто даже не надо ждать пока он заспаунится в Назари тем более что он здесь не спаунится здесь вообще спаун новых отключен то есть я приметил тут недалеко от базы под соломенной фигурой спаунер обычных скелетов и просто оттащил его в ад собственно в аду спаунер скелетов спаунят вот этих вот визор скелетов ну собственно дождался поймал и притащил к себе сюда сделал себе вот такой вот меч который следовало бы назвать секир башка так делаем у нас шанс отсечения головы 90 процентов то есть здесь единственное что применена батарейка чтобы не ремонтировать его в дуто все возможные улучшения для повышения количества модификаторов то есть обе ручки у него сделаны из бумаги пластина из таниума ну а лезвие естественно из манилина там что-то какой-то дамаг нам нужно наносить то есть вот этот вот меч у нас с двух ударов выносит визор скелетов при этом практически стопроцентный шанс выпадения головы а иногда и две головы падают конечно же неплохо бы еще сюда фортуну вдуть но это нужно либо купить в админском магазине креативный модификатор креативный модификатор так по-моему здесь у нас да 14 токенов даже не знаю возможно они у меня и есть ну как вариант мы еще можем убить одного визора и вдуть в этот меч another star и получить еще один модификатор так что-то опять начались подтормаживание так в общем давайте наверное этим займемся у него кстати вот рори вильямс тоже русский чувак только что в тимспике здоровался говорил по-русски так мы будем делать еще один манилиновый ножик но уже для нанесения тяжкие телески телесных повреждений визору так чем уже весь ордит перетерли так 8 ордита ага и кобальт может весь переплавили да кобальт у меня и ордита немерено может выпендриться из манилиновых блоков что-нибудь построить так тут у нас вроде все чисто пусть пока плавится так а форму нас здесь отлично так значит у нас а таниума у нас больше нет так что мы будем все детали остальные этого ножика делать из бумаги и две ручки блин надо же не хватило бумаги так не хочу ходить вниз давайте наберем здесь и сделаем бумагу так так то есть нам от этого ножика прочность не нужна нам главное получить от него как можно больше дамага так Назер кварц 43000 красота раз два три четыре сразу переделаем его в блоке и кстати наверно давайте тоже сделаем батарейку так лидстоун и хардендед так все манилин у нас уже должен быть готов готов да непонятно происходит да кстати а зачем нам фортуна этот ножик у нас будет чист для убийства визера а с него насколько я знаю стопроцентно падает лазерстар и с желтым зеленым желтым сердечком не помню к сожалению так что мы имеем шесть модификаторов и плюс одиннадцать дамага а собственно сразу берем делаем блок алмазов берем еще один алмазик так золото давайте возьмем два стека так здесь у нас получилось 7 так собственно нам нужно 1 2 3 4 5 6 7 8 на яблоко 1 на модификатор и по моему все так берем яблоко и делаем крутое яблочко так так значит первый модификатор блок золото и алмаз мы получаем 7 модификаторов второй модификатор блок алмазов яблоко мы получаем 8 модификаторов применяем батарейку здесь у нас остается 7 модификаторов ну наверное так давайте-ка воспользуемся вот этой фишкой не факт что это будет быстрее да похоже кварц придется еще и сделать так что мы имеем плюс 25 нехило но я думаю мы давайте вдуем до предела потом убьем визора и еще после того как применим на зарстар вдуем еще потом еще купим креативный модификатор и вздуем еще внук 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 и не но пока не Что ты будешь делать Вот этот процесс Улучшения инструментов Конечно в Тинферс Констракте Меня сейчас Немножко добивает Так все что ли Да Итак Плюс 39 Давайте его испытаем На Эндерменах Так ну а Мы можем их и на своих Эндерменах испытать До того как они выпадут Сюда У нас же вот там вот есть Целенькие Эндермены Нетронутые Ха-ха Пол сердечки ему осталось Прикольно Собственно еще чуть-чуть И Еще немножко улучшить Грубо говоря И дело в шляпе Так ну что же Сулсэнда у нас Теперь тоже Хоть жопой жуй Ха-ха-ха Так Кварцевый булок Это тоже пока нам не нужно Так Книжку на полку Надо положить Так Это туда идет Это тоже туда Вроде все Так 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Да, зря я их на стену повесил. С трудом они как-то собираются. Так, где-то копал шахту. Кстати, с той стороны еще есть. Ну ладно, давайте вот в этой где-нибудь. Если я не ошибаюсь, то моб гриферинг здесь отключен. Так что у нас с визором проблем особых быть вообще не должно. Надеюсь, я не помру сейчас. Да, что-то он разрушает блоки. Так, Назарстар есть, сердечко есть. Так, Дивижн съезжал. Нам особо-то и не нужна. Надо, пожалуй, поглубже спуститься. Прямо в самую-самую глубину. Гениально. Так, ну лава тут, конечно, это плохо. Так. Так, ну лава там. Так. 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 Самое главное, я особо посмотрел, на что можно потратить Назерстары, если честно, кроме как на улучшение оружия или инструментов, я не нашел Так, где Назерстары, два сердечка, отлично Так, где у нас, ай-яй-яй, в этот раз он меня чуть не уделал Кстати, у меня тут был какой-то Ocean of Instant Health, давайте вот так вот сделаем, постараемся последить за своим здоровьем в следующий раз и если дело будет плохо, выпьем вот эту бутылочку Кстати, в Андрайо есть какой-то укрепленный Obsidian, про который написано, что он не поддается разрушению вот этого визора, возможно есть смысл из него сделать небольшую комнату для убийства этих товарищей Ну, если честно, я сомневаюсь, что мы будем постоянно их убивать вот этих вот сколько четверых делаем и на этом, собственно, все Готов Так, три Назерстары, три сердечка, отлично Опять у нас тут куча мусора, ни черта не видно Алмазики, ура, я богат, еще алмазики Блин, я алмазики добывал киркой без фортуны Так, ну тут уже, ух ты, это что за, Эндстоун? Какого хрена делает Эндстоун в Овер Волде? Ага, понятно, то есть это какая-то пчелиная штука Надо будет Руслану сказать, если он появится Он там собирался каких-то боевых пчел выводить Кстати, те пчелы, которые у него уже сейчас есть, меня закусали насмерть Опа, смотрите-ка, а там Глоустоун Так Так Тут, наверное, тоже какие-нибудь пчелы Прикольно, вот этого я не знал Инфернал Хайв Ну таких пчелы у нас навалом Так Ну если там у нас лава Так Последний Что у нас тут еще? Все 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 так а неплохой способ добывать алмазы я вам скажу хрена себе жила видали такой блин в дебдарке не каждый раз встретишь так все хорош так ну чё ж давайте наверно вдуем последний модификатор в наш ножик а креативный припасем на фортуну хотя не знаю по мне так уже незачем нам такие ножи крутые все что есть у нас уже есть точнее все что нам нужно так еще один модификатор отлично так и так один модификатор это примерно 72 то есть нам нужно так чтобы 72 получить 8 еще как то так так что у нас было плюс 39 плюс 43 да так базовая атака 22 сердечка то сейчас мы должны эндерменов стопроцентно ваншусь да красота так что же так сказать отыграемся за вчерашнюю расслабонскую серию строим сегодня еще одну расслабонскую серию честно заниматься опять не ничем не охота немного беспокоило отсутствие назов старов а это я случайно табличку поставил может тут кто-то кто-то появлялся соседи вообще пропали куда там руслан вообще сто лет не видел мачете тут появлялся недавно мы тоже уже несколько дней по моему его не видел и на базе у него вроде бы кстати вот этого товарища его вообще только первый день он появлялся потом сказал что не какие-то дела и ушел с тех пор его не видели тоже так но тут по моему ничего нового похоже не было здесь единственный кто появлялся это товарищ солик почему я у товарища называю он пытался сделать систему автокрафта процессоров еще то по моему он тут перемудрил зачем трубу с двух сторон для этих по идее достаточно одну трубу сбоку пусть любой из боковых сторон которые засовывала бы золото там кристаллы и одну трубу снизу который был собственно забирала отпечатанную схему и только у последнего инскрайбера нужно было бы подвести трубу с трех сторон сверху снизу и с одной из боковых или он не знает что вот эти трубы можно вместе с энерго трубами проводить или еще от не знаю ну я думаю разберется упорство и труд все перед труд так и все так ну давайте посмотрим сколько у нас мы сейчас не вижу бабчат около полторы тысячи не очень быстро прибывают так эмеральда сто семьдесят шесть вот эмеральда бодрее ну потому что их собственно мало было поэтому и кажется что они бодрее прибывают кстати визоров можно мочить не столько из-за назарстаров сколько из-за вот этих вот сердечек правда еще эти кости надо будет скелетов добывать и обычные сердечки кстати обычных сердечек у нас 12 по идее нужно их 20 потому что потому что вот эти вот желтые канистры делаются из обычных канистров можно иметь 10 обычных канистр 10 желтых и в итоге будет плюс 20 сердечек о кстати из желтого можно красное делать то есть мы можем просто взять и мочить визоров просто надо будет замочить его два раза больше да наверное чему бы нет давайте наверно тогда на следующую серию кстати вот здесь бы нам надо так у нас здесь а ляписовый апгрейд стоит я не хотел сразу так ляпис у нас на единичку улучшает олово на два так нам сейчас нужно по-моему как раз на два я бы маленько побегал по пещерам нашел еще вот этих кустов еще даже не все проросли так у нас молота нет с собой ну по-моему здесь он собирает а вот с этого уже нет давайте сделаем ляписовый апгрейд хотя может быть сразу сделать уже какой-нибудь крутой апгрейд я думаю это будет недолго так что мы тут взяли тин апгрейд 2 ну давайте железный сделаем железный у нас кафе вот этой штуки нет да я просто мучает один вопрос давно ну в принципе много очень видео по фермам опыта вот на этих кустах ух ты откуда у нас зомби взялись кстати за сегодня я второго зомби точнее третьего вижу у меня здесь большой зомби заспаунился откуда то я считаю тоже удивился а теперь эти два гаврика у меня пожалуй жители в опасности тогда если тут начинается спаун всякой нечистим так ладно о чем я говорил так этот апгрейд убираем ставим другой апгрейд смотрим опа то есть вот эти вот фермы если честно не видел ни одного видео где бы использовался вот этот вот харвестер то ли никто не знает что он умеет с них собирать ягоды то ли черт его знает в общем типовая ферма это автономный активатор под каждым кустом и это самое как ее вакуумный хоппер который кстати там по моему еще что то я вот не вникал то есть смысл получать жидкую экспо но собственно не знаю в автоматическом режиме на что она собственно нужна эта жидкая экспо там есть конечно в этом в опенблокс по моему она какие то энчантеры которые по моему работают так же как и ванильные энчантеры только единственно что используют вот эту жидкую экспо вместо экспо плеера а в остальном больше никаких преимуществ ну не знаю собственно жидкую экспо получить не трудно то есть даже имея ягоды встань на экспо дрейн и жри эти ягоды ноль проблем конечно надо в автоматическом режиме получать то ну я уверен что способ все равно есть уж если как то получается опыт вот с этих вот кустов с помощью автономного активатора и вакуумного хоббера наверняка есть более человеческий способ получения жидкой экспо из этих ягод ну самое главное вот имейте в виду такого я почему то нигде ни у кого не видел чтобы вот говорили что этот харвестер может собирать с них ягоды посмотрим сейчас ну я их периодически забираю и ем вот то есть вот он у меня здесь вот вырастает дерево то есть собирается древесина там под ним стоит сладж бойлер который из сладжа делает глину ну и кучу побочных продуктов но самое нужное мне конечно же это глина то есть глина делают с кабелем вот ну и так как радиус заветомо больше чем мне нужен плюс я еще апгрейды поставил так как у меня кустов немножко прибавилось то есть изначально у меня было всего 4 куста вот такая вот универсальная ферма то есть вот пожалуйста опыт раз без шума и пылы как говорится а мобэссенсу мы собственно тратим на автоспаунер и на разбивание всяких блоков с фортуной 3 так в общем в следующей серии мы займемся наверное массовым убийством визоров посмотрим что нам в этом плане предлагает мод эндерайон то есть насколько нам вообще это все поможет на сегодня это все всем спасибо за просмотр подписывайтесь комментируйте ставьте лайки увидимся в следующей серии увидимся в следующей серии подписывайтесь и подписывайтесь не подписывайтесь Продолжение следует...